всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня снова закупка из магазина лента она у меня на 10 тысяч потому что я ну в общем как всегда много фруктов накупила и много мяса купила кто смотрел мои предыдущие влоги где что моем холодильнике видел что мясо у нас совсем закончилась вот и давайте сейчас покажу итак вот такая вот у меня получается как обычно большая еще там лежит закупка ленты давайте по традиции начнем с мясом купила 2 упаковки куриных грудок куриного филе вот по 239 рублей 2 упаковочки также здесь фарш домашний по 329 рублей за килограмм взяла такой кусочек я бы так сказала также из мяса на свиную корейку такой большой кусок мы его нарежем ну то есть порционно наверное на гриле ведь он такой хороший на гриле по пожарим общем посмотрим по 348 рублей 349 считаете за килограмм ездила я с мужем дальше у меня тут всякая вкусность и всякие я когда ездишь с мужем он не всегда берет сало или шпик я его обожаю просто вкусняшка вот такой вот он взял микоян такой вот вкусный дальше колбаску краковскую от черкизова сосиски как всегда я кстати хочу сварить сливочный суп с сосисками поэтому такую большую упаковку просила взять дальше здесь вот такая колбаска это кстати финская марка насколько я помню зернистый сервелат вот такой вот ну кстати неплохая колбаска да это финская вот дальше два сыра вот такой ламбер и он получается у нас по цене по 600 рублей за килограмм и кстати мне ламбер почему-то не очень нравится и вот такой российский как обычное мы используем когда что-то запекаем дальше у меня здесь хлеб каравай дарницкий и хлебный дом вот такой геркулес с трубями дальше давайте сразу молочку активия вот такую взяла питьевую со злаками кстати очень люблю я тоже со злаками но йогуртами стараюсь не увлекаться вот такой еще йогурт слобода кстати слобода очень вкусные йогурты делает вот такой вжиг и красиво почему-то написано дальше взяла вот эту снова сгущенка корниевская почему я взяла большую потому что я планирую сделать торт наполеон ленивый вариант торта наполеон у меня по-моему есть на канале видео где я его готовлю если она есть я вам оставлю внизу инфобоксе но готовится просто слоеное тесто бездрожжевое вот я купила здесь бездрожжевое еще и еще у меня дрожжевое дрожжевое тесто это я его брошу в морозилку так как свое то старенькое я уже использовала я с него обычно делаю просто с какао и сахаром такие как типа булочек таких очень вкусно получается завтра до морозка потому что она была на акции а так слоеное бездрожжевое тесто это на коржи и крем у меня будет из сгущенки сливок вот такие я взяла клевер для взбивания 35 процентов и масло вот такое вот я взяла тоже на в общем все это пойдет у меня на торт так дальше у меня здесь вот такой творожный сырок сметана десятипроцентная вот эта каша у меня муж ее кушать по утрам перед работой дальше здесь вот это актуалька лимонная очень любят у меня дети семечки бабкины самые вкусные семечки кетчуп вот такой мистер века кстати вкусный кетчуп снова муж сделал вот такой соус очень ему понравился он его не для бургеров то есть не для бутербродов используют а просто на мясо очень вкусно ему очень понравилось также из соусов я взяла вот такой соус терияки две упаковки я взяла еще купила баклажаны в общем в овощи я добавляю когда тушу получается безумно вкусно есть вся семья так муж еще взял меня такой пивом не знаю что это за пиво такое написано изготовлено в нидерландах вот такой три баночки и к пиву он взял у меня вот эти вот сухари три штучки так здесь все теперь овощи значит вот как раз я взяла три баклажанчика их просто вот так соломочка длинненько нарезаю обжариваю обжариваю лучок можно зелень любой можно помидорку все что у вас есть можно болгарский перец главное капусту не кладите потому что не вкусно сверху заливаете когда уже все овощи готовы не солите не перчите сверху заливаете соусом терияки просто пальчики обрезать вот они здесь получается баклажаны почти от рублей а это наклейка от арбуза арбуза у нас сейчас почти по 15 рублей тоже я цветную капусту у нас есть только я и мама но что-то мне так захотелось она такая свеженькая прямо лежала хорошенькая я не делаю просто ее предварительно немного отвариваю потом выкладываю на противень и заливаю смесью яйцо сметана и не сыр и в духовку на полчасика получается безумно вкусное блюдо можно сверху кстати просто посыпать сыром такая корочка была но я прям уже в заливку кладу сыр дальше здесь у меня помидоры на такие сливовидные по 50 рублей на такие ничего не плохие кстати потом огурцы огурцы по 40 ну считайте 45 почти рублей дальше здесь я взяла кстати у нас в ленте до сих все еще нет вот этих зеленых персиков про которые вы мне говорили не знаю почему может быть уже не закончились вот взяла в такой сливу круглую нас в этом году сливы нет к сожалению почему-то нас в огороде растет желтая слива в основном желтая и еще какая-то синяя пол какая-то мама есть но нету совсем сливы поэтому купила также виноградик это я так понимаю новый урожай киш-миш любим также еще черешня продается естественно я ее купила по 198 рублей за килограмм очень он такая хорошенькая персики взяла вот такие плоские у меня мужчины любят их и дальше здесь вот у меня арбуз который по 14 но считайте почти 15 рублей килограмм здесь у меня картошка по почти 17 рублей за килограмм 1689 где-то вот взяла большой пакет набрала кстати хороший картошка по крайней мере на вид так дальше у меня здесь взяла вот такой ополаскиватель он был со скидкой для полости рта лесной бальзам неплохой взяла вот эти ватные палочки и 365 никс нормальные ватные палочки я их использую в косметических целях ну так когда макияж делаешь и что-то подправить поэтому они нормально поэтому взяла себе зубную щетку такую розовую розовую какую еще могу взять и набрала вот этих масочек вилента разные во время просмотра сериала против плохого настроения вообще супер но они на самом деле даже упаковки повышает настроение после занятий спортом еще одну вот такую для полного релакса вот мне кстати больше всего понравилось вот это она самая пропитанная в нереально можно полдня пролежать но наверное для этой рассчитан также взяла вот эти салфетки антибактериальные сюда беру лентовский очень классные по 50 помыли по 60 рублей они дальше соки взяла вот такой морс клюквенный клюкву у нас еще не поспела да и на клюкву мы на скорее все с мамой не пойдем потому что у нас сейчас дожди а за клюквой надо идти в болото боюсь что мы не доберемся до нее так яблочный сок и гранатовый тоже сок кстати гранатовый обожаю сок и говорят что он очень полезен для вообще гранаты и гранатовый сок полезен для крови я не знаю насколько это правда но я помню мне кто-то об этом говорил так дальше бытовой химии взяла на скидках вот этот вернель я кстати сделала заказ faberlic но мне придут только на следующей неделе а всякая жидкость у меня закончилась так дальше вот этот жидкий стиральный порошок лента для цветного для черного очень они мне нравятся мне хватает не на очень долго я часто стирал поэтому да вот еще мне порекомендовали вы же мои подписчики спасибо вам огромное попробовать вот этот ваниш кристальная белизна и она девушка мне написала наташа бери обязательно в большой упаковке так получается выгоднее вот я взяла и причем она была вот эта большая упаковка блажь и скидкой по 350 что ли 360 рублей поэтому я схватила прямо вот и в общем буду стирать белой рубашки все как обычно дальше своим кошакам взяла такие супчики вот эти они 16 рублей кстати стоит и вот это кофе если вообще она есть молотая вот такое именно вот это я не знаю что это за марка на общем нарисованы девушки в разных там разная степень по моему обжарки разное еще что-то вот эти девушки если вы пьете кофе из турки или с кофемашины зерновой я очень рекомендую вам это кофе это вот прям реально из всех что я пробовала мое самое любимое кофе она очень вкусно очень ароматная она не горчит в общем прямо обожала его поэтому взяла но на скидках 700 чем-то рублей стоит в ленте а так она помню 1200 или 1100 что-то такое берите когда будут скидки обязательно есть молотая это точно я как-то видела молотая только в меньших упаковочках так дальше яйца как обычно 365 дней c0 еще своим там была акция у них правда еще не закончился корм но акция была взяла вот этот вот пурина в общем корм сухой и забыла еще принести взяла еще туалетную бумагу но я как маньяк туалетной бумаги мне кажется и уже огромное количество в доме но я все равно продолжаю покупать туалетная бумага она всегда нужна так что вот такая вот у меня была закупка в магазине лента сейчас у нас уже вечер и сейчас я буду готовить наполеон чтобы он за ночь пропитался и завтра было вкусненько на завтра как раз его вот мы сейчас вам покажу чек и будет показывать чек вот видите вот эти масочки вилента по 69 рублей вообще красота очень советую но кстати я знаю что очень многие хвалят так что так что я тоже советую и того сумма который я дала фасу составила 10155 рублей скидка 2743 рубля так что вот такие вот у меня были покупки я надеюсь вам понравилось это видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх оставляйте свои комментарии всех люблю целую до новых встреч пока пока